Музыка Привет, друзья! Меня зовут Вкусные рецепты от Аллы. Сегодня я буду готовить котлеты из кабачков с сиром и овсянкой. Рецепт очень вкусный, лёгкий, простой и ситный. Для этого рецепта мне нужно 2 кабачки средние, 1 перец болгарский сладкий, маленький я взяла в этот раз, пучок зелия свежего, кинза и петрушка. А вы можете взять ваш любимый, например, укропчик, петрушка. Что вы больше любите? 2 яйца, кусочек сыра твёрдого, 130 граммов, овсяное хлопья, половина стакана, муку, 2 столовые ложки, и сухие пряности здесь у меня. Итальянские травы, сухой чеснок и чёрный перец в щепоток. Можно заменить свежей чесноком. А травки итальянские возьмите ваши любимые, что вы больше любите из сухого пряности. Кто новий на моём канале, хочу сказать, что на моём канале есть ещё один вкусный рецепт. Кабачковые котлеты с мясом. Кому интересно, ссылочку я оставлю под видео. Заходите и посмотрите. А мы начинаем готовить. Оставайтесь со мной. Вместе с вами будем готовить. Друзья, кабачок натираем на крупной тёрке. Я кабачок не почистила. Оно у меня молодое. И сразу друшлаг, чтобы ушла всё влага. Кабачок я уже натерла. Теперь буду чуть-чуть посолить и в сторону. А потом, если что, буду выжимать лишнюю влагу. В таком способе кабачок становится ещё мягче. Ещё чуточку и всё. перец режем на мелкие кубики. Всё натираем на крупную тёрку. Зелень тоже нарезаем мелко. Все ингредиенты. Я уже готовила. Начинаем смешивать. Но до этого хочу сказать, друзья, обязательно надо хорошо выжимать кабачки. Вот посмотрите. У меня почти сухие. Начинаем смешивать. Добавляем натертый сыр. Мелко нарезанный перец сладкий. Добавляем 2 яйца. Сухие пряности добавляем. Нарезанный зелень. И овсянку добавляем. Всё это хорошо перемешиваем. Хорошо перемешивала. Теперь я буду посолить чуть-чуть. Соль по вашему вкусу добавляйте, друзья. Всё это хорошо опять буду перемешивать. Даём фарш простоять где-то 10 минут. Сейчас я муку не буду добавлять. Скажу чуть попозже, когда будем добавлять. Нам надо, чтобы овсянка стала чуть мягче. Так вкуснее получается. Фарш простоял 10 минут. Теперь добавляем муку. Добавляем и перемешиваем. А рецепт, друзья, будет под видео. Здесь у меня 2 полные столовые ложки муки я добавляю. Остальные добавляем и перемешиваем. Посмотрите, как должна выглядеть фарш, друзья. Если у вас будет влажная, добавляйте ещё 1 столовая ложка муки. Поэтому, говорю, хорошо надо выжимать кабачки. Вот, посмотрите, я очень хорошо выжимала. Мне здесь хватило 2 столовые ложки. Начинаем жарить котлетки. На разогретую сковородку наливаем растительное масло. Ждём, пока хорошо разогревается масло, а потом будем жарить котлеты. Проверяем масло. О, щипит масло уже горячее. Ложкой прям, друзья, кладём в сковороду. Возьмём ложечку и формируем прям вот. Вот так. Чуть-чуть краешки поправляем. А какой формы вам больше нравится? Можете делать круглый, можете делать продолговатый. А мне больше нравится круглые котлетки. Одну сторону хорошо обжарили. Теперь переворачиваем в другую сторону. Вот, посмотрите, какие котлетки получаются. Красота! Как пахнет! Котлетки переворачивала. Теперь я буду под закрытой крышкой продолжать обжарить. Сначала я не закрывала крышку, скажу сразу, не закрывайте. Когда переворачиваете, тогда уже закрывайте крышку. Продолжаем жарить. Посмотрите, какая красота, друзья, получается. Ещё раз я должна переворачивать. Я под крышкой обжарила где-то 5 минут. Посмотрите, какая корочка хрустящая получается. Сейчас буду переворачивать. Ещё буквально 2 минутки под крышкой. И наши котлетки готовы. Опять я буду закрывать крышку. Буквально где-то 2 минутки. Мои нежные котлетки уже готовы, друзья. Сейчас я достану и покажу, как выглядит внутри. Прям очень нежная. Такая мягкая. Друзья, посмотрите, как выглядят кабачковые котлеты. Очень нежные, вкусные. Прям вкуснительно получается. Сейчас покажу ещё, как выглядит внутри. Давай уже пробовать. Покажу сначала, как выглядит внутри. Тема очень нежная, друзья. Вот посмотрите, как выглядит внутри. Давай попробуем. Давай уже пробовать. Нашу вкусняшку. Очень вкусно, друзья. Нежная такая. Прямо дает во рту. Да, точно. Без слов. Это надо пробовать. Пока сезон овощей, готовьте и попробуйте. А потом пишите ваши отзывы. Поделитесь с друзьями. Вместе с ними готовьте. А кто новый на моём канале, подписывайтесь, чтобы не пропустить вкусные рецепты со мной. Спасибо, что вы были с нами. Оставайтесь с нами. С нами всегда будет вкусно. Очень вкусно будет. Всем пока-пока, друзья. До свидания, друзья.